Она читает историю болезни и не верит, что всё это случилось с ней. Похоже на страшный сон, который длится уже несколько лет. Когда мне было 10 лет, у меня мама умерла. В 15 бабушка. Ну и всё. Я сейчас подопекаю тёте, у неё ещё есть два сына. Ну, братья, получается. Два года назад у Вики стал болеть копчик. Она едва могла ходить, с трудом наклонялась. Хирург назначил прогревание, но девочке стало ещё хуже. Тогда ребёнка направили из Волгоградской области, где жила Вика, в Санкт-Петербург на обследование. Здесь и выявили злокачественную опухоль саркома Юинга, крестцового отдела позвоночника. Ну, для меня было сложно то, что я одна осталась. Да, в принципе, так ничего. Нормально. Вике провели 6 курсов высокодозной химиотерапии. Оперировать опухоль на крестце врачи не стали. Побоялись задеть нервные окончания позвоночника, что вызвало бы паралич. Сейчас у Вики есть только один шанс вылечиться. С помощью протонной терапии. Методом протонной терапии мы сможем подвести точно в цель, то есть точно в опухоль, нашу максимальную дозу, которая становится именно в ней и не выйдет за рамки нашей мишени. То есть близлежащая здоровая ткань и органы никаким образом затронуты не будут. Этот центр единственный не только в Петербурге, но и в России, где проводят протонную терапию. Но квот для пациентов из других регионов здесь нет. Лечение платное, потому что клиника не государственная. Чтобы спасти Вику, нужно 30 таких процедур. Протонная терапия очень дорогая. Стоимость лечения порядка 2 миллионов рублей. Но это цена жизни и здоровья девочки. Без лечения Вика не сможет жить. Об этом говорят все врачи. Поэтому ребенку так нужна наша помощь. Раковые клетки вновь пойдут в атаку, говорят врачи. Это лишь вопрос времени. Поэтому так важно уничтожить опухоль. Тогда здоровью ребенка ничто не будет угрожать. Вика уже 7 месяцев провела в больницах. Она мечтает о прогулках по лесу. О том, что когда-то наконец снимет шапку. Говорит, раньше у меня были густые темные волосы. У меня мама сама темненькая была. И я тоже темная. Говорит, что купе мама. Главная мечта, конечно, одна. Выздороветь и вернуться домой. К тете, к двоюродным братьям. Вика верит, что ей помогут собрать деньги на лечение. И в жизни начнется другая, белая полоса. Девочка говорит, ведь не может ночь быть бесконечной. Должен наступить рассвет. И не бывает дождь непрестанным. После него на небе можно увидеть радугу. Екатерина Мельниченко, Алексей Купцов и Константин Никитин. Вести, Петербург. Чтобы помочь Вике, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей на сайте нашей телекомпании и сайте Росфонда. Все адреса сейчас на экране. Можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь.